Мы находимся в здании бюджетного учреждения Омской области, Центр парусного спорта. Вот в данном витраже стоят призы, сувениры, которые получены спортсменами бюджетного учреждения за участие в спортивных соревнованиях, памятные призы за участие в дальних спортивных плаваниях. О, вот это вот еще полная бутылка, кстати говоря. Это с 2003 года водка выдержанная в ней. Это у нас Фридрикштадт, вон ту вазу, где Сибирь написано, вручили. А вообще за первую гонку из Ватерфорта до Шербура. А это вот в Шербуре. Мэр Шербура вручил за первое место как раз в этой гонке. Много всего. Это Телше Прейс, да? Телше Прейс, да, 2005. 2005. А вот Телше Прейс 2009. Да, это экс-президент Литвы нам Бразаускас вручал лично. А тех он Козлов-Баранов, это, по-моему, в Дудинки нам вручали. Вот это самое народное творчество севера Красноярского края. Ну вот у нас даже есть экспонаты, те, которые с Олимпиады 1980 года, летние Олимпийские игры, которые проходили в Москве, а парусная регата в Таллине. Вот памятная медаль. Он на заднем фоне Косынка с классами яхт, участвующих в соревнованиях. И Олимпийский мишка, и тюлененок, которые были символами Олимпиады московской. В 2004 году яхта Сибири участвовала в предолимпийской парусной регате. И вот в Греции им вручили вот эту вот икону и сертификат на икону. Икона ручной работы, расписана золотыми красками. Раз в 4 года проходят гонки учебных парусных судов. Там участвуют от больших парусных судов, типа Мира и Седовой, и вот до 10-метровых яхт, ну в разных категориях. И вот в своей категории участвовала в соревнованиях в этих яхтах Сибирь. И в своей категории на одном из этапов, кто заняла первое место, получила приз. Вот этот кубок получила команда бюджетного учреждения Центра парусного спорта, вернее тогда это был Омский губернаторский яхт-клуб. На соревнованиях открытое первенство Уральского федерального округа. Вот заняли в командном зачете второе место. В 2011 году парусному спорту Омской области исполнилось 100 лет. И в честь этой даты был выпущен памятный альбом, в котором рассказывается о том, как становился парусный спорт в городе Омске, Омской области, кто занимался. Вот этот альбом выпущен по окончанию кругосветного плавания яхты Сибирь, которая проходила с июля 2000 года по сентябрь 2001 года. Тут рассказывается о кругосветном путешествии яхты Сибирь, как ее строили, как они пошли. Проводы в городе Омске от речного вокзала уходили они. Это исторические журналы или исторические альбомы. Они ежегодно заполняются и показывают историю парусного спорта в Омске. Но это альбом, самый старейший яхт-клуб в Омске, яхт-клуб «Водник» с 1951 года. Вот послевоенные, можно сказать, первые их смены. Даже тогда участвовали в соревнованиях во всероссийских, ездили на всероссийские соревнованиях. И таких вот альбомов уже четвертый пошел. Вот этот корабль делал Сергей Борисович Кикать, который прошел кругосветку на Сибири, который был старпомом на яхте «Сибирь» и был заместителем директора бюджетного учреждения нашего. И вот он занимался, ну, делал модель этого корабля, когда 18 марта в прошлом году он скоропостижно скончался. Прямо на работе вот делает этот корабль. И вот это последняя, как бы память о нем остался, остался этот корабль. Это вот мой памятный приз, который мне дали во Владивостоке за судейство чемпионата России в классе Конрад-25 в 2010 году. Федерация парусного спорта Омской области выпустила юбилейную медаль. Ею мы награждаем, мы были награждены не только спортсмены, их смена Омской области, но и также люди, которые оказывают нам помощь. Ежегодно у нас проходит соревнование, розыгрыш Кубка Омской области, и за каждый этап получают переходящие призы. Вот этот приз попал в музей, потому что в 2011 году было 60 лет самому старейшему яхткубу «Водник». И вот он учредил такой вот приз, именно с 60-летия яхткуба «Водник». И были награждены участники четвертого этапа Кубка Омской области, называется «Гонка красная рябина». Субтитры создавал DimaTorzok